Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Газпром сообщил реальную причину сокращения поставок газа по северному потоку. Зам. председателя правления Газпрома Виталий Маркелов в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил об уклонении немецким концернам «Сименс» от исполнения договорных обязательств о ремонту газовых турбин. По словам Виталия Маркелова, на компрессорной станции «Портовая» установлено шесть газовых турбин, из которых пять должны постоянно находиться в работе и прокачивать газ по северному потоку, а одна газовая турбина используется как резервная. Сейчас из-за отказа «Сименс Энерджи» ремонтировать газовые турбины в работе осталась только одна из них. Остальные пять газовых турбин выведены из эксплуатации по причине неисправности и предписания Ростехнадзора, либо вследствие стечения межремонтного пробега, составляющего 25 тысяч часов. Турбины с истекшим пробегом по договору «Сименс Энерджи» подлежат сервисному обслуживанию, а неисправным газовым турбинам нужен капитальный ремонт. Немецкая «Сименс Энерджи» сегодня отреагировала на указанные обвинения Газпрома, сообщив, что не знала ранее о каких-либо неисправностях газовых турбин. При этом еще неделю назад о наличии данных неисправностей сообщал президент России Владимир Путин. Тогда немцы ничего не сообщили, а сейчас решили ответить. При этом ответ «Сименс Энерджи» выглядит по меньшей мере странно. «Сименс Энерджи» сообщили, что не имеют доступа к газовым турбинам и считают их технически исправными. Если в отношении неисправности турбин с Газпромом немецкие инженеры еще могут поспорить, то не признавать факт истечения межповерочного интервала глупо. Данный факт вполне может быть установлен дистанционно. А вообще любопытно понять, по какой причине инженеры «Сименс Энерджи» не имеют доступа к газовым турбинам. Из-за того, что этот доступ не предоставляет «Газпром» или из-за того, что «Сименс» все же уклоняется от своих обязательств по обслуживанию и ремонту газового оборудования. Мне более правдоподобно видится позиция «Газпрома». Вопросы с доступом инженеров «Сименс» на объекты «Газпрома» согласовываются изначально, при заключении договора. А в дальнейшем в ходе его исполнения инженеров сторонней организации допускают на объект на основании доверенности. «Сименс Энерджи» ранее не сообщала, что у нее имеются какие-либо проблемы с доступом на объекты «Газпрома». Предположу, что европейские политики запретили «Сименс Энерджи» в текущих условиях появляться на объектах «Газпрома», чтобы не признавать публично факт неисправности газового турбин. Это формально позволит и дальше обвинять Россию в газовом шантаже Европы.